Когда человек в состоянии обиды или раздражения живет продолжительное время, он попадает в обольщение, потому что он же продолжает в церковь ходить, он же продолжает Библию читать, он же продолжает каким-то образом объяснять свое это состояние и даже оправдывать свое состояние и подбирать это состояние текстами библейскими. Это я беру на себе смелость сказать, это человек обольщенный, человек находящийся в обольщении. Сколько бы он Библию ни цитировал, какие бы доктрины он ни находил, он находится в обольщении. Это очень опасное состояние. Почему? Нам известно из истории Лютер, который получил от Бога колоссальное откровение об оправдании верой. Это было огромное откровение, которое перевернуло тогдашнюю Европу, перевернуло католический мир. Но этот же Лютер обиделся на евреев, и этот же Лютер, находясь в состоянии обиды, ссылаясь на те же тексты библейские, начал показывать, что ваш отец дьявол, и он стал цитировать буквально, что дьявол является отцом еврейского народа. Мы должны сжечь их синагоги, мы должны разрушать их дома, мы должны изгонять их из Европы. И человек так увлекся этим, а потому что находился в состоянии обиды. Он развил целое учение, целую доктрину развил, отношение к еврейскому народу. Представляете, человек, которому Бог дал откровение, и который был способен воспринять это откровение об оправдании верой, попал в такую западню. Тот же самый человек. И это случилось не только с Лютером, это случилось с апостолом Петром, если вы помните. Это, кстати, сознательно написано в одной и той же главе, в 16 главе Евангелия Матфея. Там написано, что когда Христос спрашивал учеников своих, за кого почитают меня люди, сына человеческого, они отвечали разное. Тогда он спросил учеников, а вы за кого меня почитаете? И Петр, как мы уже знаем потом, озаренный, да-да-да, озаренный присутствием Божьим, потому что Христос его называет блаженным. Ты не просто лучше других выучил этот урок, и все вместе учили, все вместе со мной ходили, но ты блажен, потому что тебе это открыл Отец. Отец, озаренный Божьим присутствием, Божьим милостью, человек говорит, ты сын Божий, ты сын благословенного, ты сын Бога живого. И здесь же, здесь же, через два стиха Иисус запрещает ученикам своим и говорит, чтобы никому не сказывали, что он есть Христос. И он начинает говорить ученикам своим, что ему должно идти в Иерусалим и много пострадать. И этот же самый человек, апостол Петр, говорит ему, начал прикословить и сказал, будь милостив к себе, Господи, да не будет этого с тобою. Здесь написано очень сжато, одна фраза, но там упоминается, что Петр его отвел в сторону и начал прикословить. То есть, похоже, это была своеобразная перепалка. Христос ему говорит, слушай, таково определение, все пророки, ты должен серьезно к этому относиться. Я иду, как написано, а как же сбудутся Писания? Но человек начал говорить из сострадания, из жалости, а что будет с нами, как мы будем дальше жить, что ты себе вот такое надумал, и Христос был вынужден сказать ему, отойди от меня, сатана, ты мне соблазн. Потому что ты думаешь не о том, что Божие, но что человеческое. Вот я хочу сказать, что многие из нас думают и говорят не то, что Божие, а то, что человеческое. Многие из нас, вставая за кафедру в том числе, говорят не то, что Божие, а то, что человеческое. То, что человеческое нам ближе, намного ближе, чем то, что Божие. Потому что, чтобы думать и говорить то, что Божие, надо быть в присутствии Божиим. А говорить то, что человеческое, намного проще. И в этом мы виновны, и родители, и лидеры домашней группы, и пасты, и служители, и епископы, нам намного ближе то, что человеческое. И поэтому мы берем то Слово Божие, но говорим то, что человеческое. Потому что, если бы мы были в присутствии Божьим, мы бы не говорили то, что человеческое, мы бы говорили то, что Божие. Поэтому хочется спросить, из какого состояния сердца вытекают твои выводы? Когда ты делаешь выводы, когда ты делаешь заявления, когда ты ставишь лайки, под чем ты подписываешься, что ты утверждаешь, что ты насаждаешь, что ты распространяешь, Под чем ты подписываешься? Чему ты отдаешь свой голос? Говоришь ли ты это как слова Божии или как человеческие? Из какого состояния сердца вытекают твои откровения? Из какого состояния сердца вытекает твоя оценка ситуации? Помните у Римлян 8.5 «Живущие по плоти о плотском помышляют». Обратите внимание, что как ты живешь, так ты и мыслишь. Прежде всего ты живешь, потом ты и мыслишь. И потому, если ты живешь по духу, то отсюда твои понимания и толкования. Не наоборот. Если ты живешь по плоти, так ты и объясняешь вещи, так ты и мыслишь. Твои помышления – суть вражда против Бога. Даже если ты стараешься придать этим помышлениям хороший вид, даже если ты эти помышления подпираешь текстами из Библии, ты живешь по плоти, потому ты мыслишь по плоти. И как бы ты ни старался, твои помышления враждуют с Божьими помышлениями и с Божьей волей. И потому есть единственное место – это присутствие Божье, где мы исцеляемся, где мы прозреваем. Господь является Творцом всего видимого и невидимого. Но лучшее из Его созданий – это Церковь. Создать Церковь очень непросто, потому что здесь вовлечены люди со своими сложностями, искушениями, борьбой, амбициями. И все эти люди пришли сюда. По вертикали, исходя из отношений с Богом, у них более-менее что-то получается. Потому что там сам Бог снисходит, прощает, учитывает, учит. А вот по горизонтали все намного сложнее. Каждый уверен в своей правоте, у каждого есть идеи упорядочить. Все это большое общество разных возрастов, разного воспитания. Очень непросто. Да, люди искренне. Да, люди это делают с верой и с молитвой. Да, люди сюда приносят финансы. Но начинаются конфликты. Я стал серьезно исследовать учения апостола Павла, как упорядочить это большое общество. Как органично его подсоединить вообще к главе Христу и в то же самое время объединить вокруг видения этой поместной общины. Церковь и ее устройства. Узнать большее вы можете на платформе forspirit.org.